Первые вопросы, конечно, о Владивостоке. Здесь сосредоточен основной бизнес, население, культурная и научная жизнь. Проект «Свободный порт» стал самым ожидаемым за последнее время и спровоцировал настоящую дискуссию в обществе. Его разрабатывали чиновники, предприниматели, экономисты. Но увидеть его плюсы и минусы можно будет только на практике. Мы должны начать, как юристы говорят, правоприменение, то есть реализовывать этот закон на практике, посмотреть, какие сложности возникают. Будем вносить, если будет необходимость, изменения. Поэтому, я думаю, что, как говорят, дорогу осилит идущий. На этой встрече губернатор дал ясно понять – кризис амбициозным проектом не помеха. Инициативы, направленные на развитие предпринимательства, могут реализоваться даже в такое экономически нестабильное время. В китайском языке иероглиф «кризис» означает новые возможности. Я как-то больше с этой стороны на все это смотрю, потому что, вы знаете, как раз сегодня есть возможность для рывка вперед. Ну, могу сказать, например, что с точки зрения туризма больше, так сказать, перспективы появились, потому что, вот вы сказали, цены. Курс рубля, значит, упал, и мы стали более привлекательны для, так сказать, иностранцев в части туризма. То есть, у нас не все есть, конечно, безусловно, от кризиса и от этих сложностей в экономике люди страдают, но есть и преимущества. И эти преимущества просто надо уметь использовать. Теме туризма уделили особое внимание. Не так давно в кампусе ДВФУ прошла международная туристическая выставка. В ней приняли участие представители практически всех стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По ее результатам можно смело сказать, Приморский край – территория привлекательная. Здесь должен процветать экотуризм. Местные чиновники уже подали заявки на получение грантов от Ростуризма на развитие как раз этого направления. На большую встречу с губернатором Приморского края приехали журналисты не только из Приморья, а со всего Дальнего Востока. Сегодня наш край реализует настолько амбициозные проекты, что в будущем они несомненно повлияют на жизнь всего региона. Территория опережающего развития – реальные местности в крае, где для бизнеса и инвесторов создадут комфортные условия. При условии, что сам бизнес начнет создавать продукт, а не только перепродавать его. Этот проект уже реализуется. География у Торов обширная. Они разместятся в разных районах края. Я вижу Приморье через пять лет краем, который будет существенно более комфортным для жизни людей. То, что мы все время говорим про инвесторов, 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 людей, мне кажется, это немножко раздражает, потому что инвесторы – это профессиональный сленг и такой, знаете, черный ящик. Это вот мы должны внутри администрации больше это обсуждать. Потому что там много сложностей, много нюансов. А людей что интересует? Рабочие места. Вот мы сейчас только что обсуждали, чтобы зарплата была достойна, верно. Как это можно достичь? Я уже сказал. Современное производство, высокопроизводительство труда, где это можно сделать. Проблема оттока населения долгие годы была для Приморья одной из самых актуальных. Сегодня ситуация выглядит так. Прироста населения не наблюдается. Но эмиграцию удалось остановить. Сегодня она в рамках погрешности. Каждый год из края уезжает 0,3% населения. Для того, чтобы свести и эту цифру на нет уже завтра, надо сегодня уделить особое внимание вопросам строительства доступного жилья. Жилье для российской семьи – это проект Минстроя. Он федеральный. Суть его заключается в том, что инвестор обязан построить жилье по стоимости не выше 35 тысяч за квадратный тысяч рублей, конечно, за квадратный метр. Но при этом государство доплачивает инвестору на инфраструктуру, ту самую, о которой вы сказали. За два с половиной часа прозвучали десятки актуальных вопросов. Затронули молодежную политику и программу по стажировке и трудоустройству молодых кадров. Губернатор ответил на вопросы по Примтеплоэнерго, предприятия на грани банкротства. И по мнению администрации края, в этом деле налицо все признаки воровства. Но в этом разберется следствие, а команда губернатора разберется с многочисленными обращениями от районных журналистов. Практически каждый из них озвучил на встрече реальную проблему, которая существует в их городе или поселке. Екатерина Чернакова, Кирилл Корнилов. Новости на Восьмом.